В Тверской области прошли торжества в честь 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Приуроченные к знаменательной дате концерты, выставки, классные часы и другие мероприятия прошли во всех муниципалитетах. Столица Верхней Волжье не исключение. Ключевым событием празднования воссоединения Крыма с исторической родиной стал Всероссийский фестиваль «Крымская весна», который прошел во всех субъектах страны. В Твери местом его проведения стала Театральная площадь. Для жителей и гостей областного центра выступили музыкальные и творческие коллективы, а также солисты региональной филармонии и военной академии ВКО. Своё приветствие направил губернатор Игорь Руденя. 9 лет назад жители Крымского полуострова продемонстрировали единство и на всенародном референдуме проголосовали за возвращение в отчий дом на свою историческую родину. Это решение было поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и нашло горячий отклик в сердцах граждан нашей страны. Среди гостей фестиваля были члены общественных организаций, военно-патриотических клубов, ветераны и инвалиды боевых действий, представители органов государственной власти, предприятий и учреждений, простые жители Верхней Волжья. И они, и выступавшие со сцены, отмечали, что март 2014 года стал судьбоносным в истории нашей страны. Крымская весна – это не праздник, это ощущение внутри нас. Это то ощущение, которое называется «я русский». Это гордость за то, что «я русский». Как известно, Крым чуть более 30 лет пробыл в составе Украины. Все это время киевские власти вели активную националистическую пропаганду. Несмотря на это, в ходе событий той весны три четверти гарнизона ВСУ перешло на сторону России, а затем подавляющим большинством крымчане проголосовали за воссоединение со своей исторической родиной. Это говорило о том, что Крым всегда был наш, и люди, которые там проживали, всегда были в России. Они все равно в душе всегда были с нами. Тверская область весной 2014 года не осталась в стороне от тех исторических событий. Причем наши земляки принимали участие не только будучи кадровыми военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. В Крым тогда направилось немало добровольцев. Мой отец, ветеран боевых действий в Афганистане, принимал в 2014 году активное участие в присоединении Крыма в Сафрайской Федерации, за что был отмечен верховный главнокомандующим. Поэтому это праздник для нас, для всех, для нашей семьи. Около двух часов на театральной площади танцевали, звучали песни, знаменитые вальсы, посвященные Крыму. Не удивительно, что у многих было полное ощущение, что они снова вернулись в тот самый, ставший эпохальным март 2014 года, когда Крым вернулся в родную гавань. Крым.